Всем ДВС, друзья, меня зовут Сергей Лав, вы смотрите канал Начинет ЛПИ на ютубе и я решил, что настало время показать вам третью часть моего гайда по выживанию в этом суровом мире раста, тем более, что за месяц у меня, в принципе, накопилось много вещей, которые мне хотелось бы и которые я мог бы вам рассказать. Сегодня еще также был патч от 7 февраля, вы видите, самая свежая версия и я еще сниму отдельное видео о том, что же вышло в этой обнове, потому что изменений приличны. Вот первое, что я вам хочу показать и опять же, в связи с обновой, не знаю, вы расстроитесь или нет, но в общем, многие не используют флайеры вообще никак, а очень жаль, смотрите, когда я вот так вот включаю флайер в своих руках, то никто не видит свет, ребят. Вот, то есть он светит только для меня, соответственно, если вы бежите ночью вот так с флайером, то вы бежите для всех остальных в кромешной тьме, соответственно, у вас больше шансов выжить, то есть не с вакелом надо бегать абсолютно, а вот именно с таким вот флайером. Вот, и раньше был баг, вот до 7 февраля был баг, то что вот, смотрите, я переключился на гирку, флайер пропал, можно было перетащить предмет на этот же слот и предмет вернулся бы обратно, а флайер здесь опять-ка появился бы, то есть это был бесконечный флайер. И сегодня вот месяц этому багу был, я все никак, у меня руки не доходили вам о нем рассказать, и сегодня его пофиксили, но тем не менее, флайер можете использовать. Далее, по-моему, сегодня пофиксили пайпшотган, поэтому я не буду касаться темы, с чем лучше фармить, также сегодня убрали зомби из игры, и появились красные медведи и волки. Опять же, я не буду трогать тему фарма, чем лучше фармить, потому что пока ни черта не понятно. Я вчера думал снять вот, что я там с пайпом бегаю, мол, все такое, вообще шикарно, людей убиваю, плюс сейчас из мешков нельзя, все, мгновенно тырить, они бывают закрыты, то есть подбегаешь, открываешь, он закрытый, то есть не пускает тебя в мешок. Там минуты две, наверное, ну это от сервера зависит, но по дефолту там где-то минуты две. Вот, поэтому всю эту тему я оставлю на более позднее время, когда все более-менее определенно будет. Я поговорю о безопасности дома, по крайней мере, это, что зовут, лаки какие-то, это многих волной, да что за нафиг. Я думаю, безопасность дома многих волной, потому что рейды это просто бич, скажем так, раста, и когда вас выносят, это обидно, ребята, и все хотят построить хороший дом, такой, который не выносит, согласитесь, но так же, я думаю, все будут согласны, что на любой дом найдется количество С4, которое его вынесет. Вот, поэтому хочется строить такой дом, который был бы, с одной стороны, очень защищенный, с другой стороны, дешев в обслуживании, в постройке, то есть, чтобы не тратить лишнего ресурса, не тратить свое личное время на чрезмерный фарм-ресов, который не востребован, скажем так, не добавляет, на самом деле, защищенности никакой. Вот, я пришел к конструкции вот такой, раньше, я думал, вот, когда мы жили в 3х3 домике, я все время хотел домик 5х5, потому что, смотрите, вот центральный блок, ну, тут абстрактно, если представить, что здесь стена, вот этот блок, он защищен двумя стенками, то есть, вот этой вот и вот этой. То есть, дом 3х3 дает вам защиту одного, одной ячейки, двумя стенами, соответственно, выносится с двух С4. Ну, деревянные стены, скорее всего, с одной выносятся. Ну, если металлические вы строите, то там, ну, через двери как-нибудь, ну, все равно понимаете, что это всего две стены отделяют от самого ценного у вас. Вот, и я хотел всегда 5х5 дом, чтобы была третья стенка, вот, как бы, вот, если вот здесь тоже все было забаррикадировано, вот эта вот была поднята полностью, то было бы, как бы, три стены. Но, ребят, я произвел расчеты в итоге, и эти расчеты меня абсолютно не порадовали. Дом 3х3 это 9 фундаментов, соответственно, ну, 9 ячеек он занимает. Дом 5х5 занимает 25 ячеек, соответственно, это почти в три раза больше ресурсов требуется. То есть, один дом 5х5, один этаж 5х5, это как практически три домика 3х3 построить. И спрашивается, защищеннее ли домик 5х5, чем три по три? Мне кажется, нет, потому что, если построить три домика 3х3, ну, один зарейдет, два других останутся. Вот, но 5х5, если зарейдет, то вынесут, скорее всего, вообще все. Плюс, ну, сами понимаете, это неэффективность, получается, неэффективное использование ресурсов. Не может быть такого, что, как бы, дополнительная стенка строится из очень огромного количества резов дерева. Поэтому я предлагаю вам такую конструкцию, которую сейчас вы видите у себя на экране. Я думаю, сейчас я картинку, которую в пейнте нарисую, просто от руки на 5 минут, вам покажу. Также с расчетами, сколько резов требуется. Вот видите, вот эта вот коробка, она здесь стоит не просто так. В нее нельзя войти, на самом деле. Она выполняет функцию именно чисто дефа. Вот, видите, там нет ничего, но можно там фальш сундуков наставить. Про фальш сундуки я не буду ничего говорить, потому что, ну, ставьте, как бы, если есть пустое место где-нибудь, то есть, куда у вас в домике есть пустое место, которое удалено от чего-то ценного, ставьте там просто сундуки побольше, вот, чтобы они привлекали внимание. Это все, что можно сказать про фальш сундуки. Нельзя никакой тактике вывести, что вот, если вы поставите их здесь, то их точно там зарейдит, или вот если их поставить здесь, их точно не зарейдит. Это чисто уже рулетка, поэтому в формате гайда я многих вещей вам, ребята, не могу рассказать, потому что гайд это чисто такие приемы, которые стопроцентно работают. Поэтому, если вам интересны все-таки всякие такие вот трюки, которые сомнительные по своей реализации, то смотрите, конечно же, все видео, там, размышления и прочие-прочие, там, дележка опытом, и просто геймплей, где я рассказываю, показываю ситуации, которые со мной бывали, случались, или в которые я непосредственно в онлайне попадаю, ну, на видео, не в онлайн, конечно. Вот, по ним можно определить вообще, что как делать, что как не делать. Вот видите, эта коробка добавляет защищенности. Сейчас я все-таки добавлю картинку на экран и объясню, как все происходит. Центральный блок у нас, он, в него можно попасть двумя, получается, путями. Ломая просто напрямую стенки, то есть вот эту коробку сначала мы взламываем, потом попадаем в корпус 3х3, и только после третьей стенки мы попадаем в блок центральный. То есть мы ломаем 3 стены, то есть точно так же, как в домике 5х5, как будто бы он был. Но есть другой путь, взламывать углового блока, то есть который непосредственно сам 3х3. Мы взламываем угловой блок, дальше мы должны сломать стенку, которая проходит в смежный с центральным блоком, это вторая стенка, и третья стенка будет опять же в центральный блок. То есть смотрите, я добавил, получается, всего 4 фундамента к домику. Ну и там стенок, по 3 стенки на каждую крышу. 4 крыши и сколько там, 4х3, 12 стен. При этом защищенность домика 3х3 возросла до такой степени, как будто этот домик стал 5х5. То есть мы получили один блок, который защищен также тремя контурами. То есть, по сути дела, тот же 5х5. Также мы получили, да, если в 5х5 там у нас, ну, 9х3х3... Блин, что-то тут война какая-то. Вот что, значит, не вы хотите загрязать. Ух ты, ё-моё, паляют тут, кого-то убили. Хе-хе-хе, под домом. Вот, то есть если в доме 5х5 у нас 9 ячейк защищены двойным контуром. Ну, а 8, а на тройным, я думаю, вы понимаете. То здесь у нас, конечно же, меньше площади защищены двойным контуром. Всего 4 блока, которые находятся как раз-таки вот за вот этими выпирающими частями у дома. Но я думаю, что 4 блока против 8, да, меньше в 2 раза по площади, более чем достаточно, чтобы сложить туда самый ценный лут. Ну, самый ценный в центральной, такой средней ценности. Вот в эти 4, и всякий мусор просто не хранить в них. Там всякие бинты, кирки, там кожи, прочее. Всё, что вы считаете, что вообще пофигу. Можно раскидывать сполны за одной стенкой, пусть лежит. Даже если это зарейдит, абсолютно пофигу будет, ребят. Вот, и по ценности, по стоимости этот дом я тоже пинкарябал. Всё просчитал, но без стоимости второго этажа, конечно. Вот, этот дом получается просто в 2 раза дешевле, чем домик 5х5. Это 13 фундаментов против 25 фундаментов. И эта конструкция, я считаю, что, наверное, лучшая из всех, которые я когда-либо строил. Опять же, я не буду трогать конструкции, которые используют тактику запутанности, там, каких-то лабиринтов и так далее. Потому что это, опять же, абсолютно невозможно как-то просчитать, сработает она, не сработает. А вот эта тантика, она гарантированно даёт вам защиту тройных стен для центрального блока. Соответственно, блин, и плюс этот домик ещё и выглядит невзрачно, блин. Ещё хочется сказать один плюс железного домика. Он такой совсем неочевидный, но тем не менее, можно его использовать. Вот железные не фундаменты, а рампы, это не лестница, а именно рампы, они ломаются с одной С4, то есть, как бы, могут служить, если вы их на стенку приляпаете дополнительной защитой. То есть, да, это не стена, которая 2-3 С4, не дверь С4, а именно одна. Но в то же время они дешевле намного, чем целую коробку городить. Вот это стоит иметь в виду также при построении домика из железа, конечно же. Так, где-то кого-то убили, но, блин, у меня нет связи с ребятами, не могу сказать. О, вон, вижу трупака. Интересно, это наш его убили? Да, это, по ходу дела, судя по тому, что наш вышел голый, а был вроде бы не голый, а может быть и нет. Но, в крайней мере, я трупак точно вижу, и сейчас пролутать его нельзя, как я уже сказал. Так что, в любом случае, мы его тут задефаем. Наш это не наш. Если он сейчас пролутает, он будет, конечно же, наш. Вот, это что касается, раз, ещё один момент очень ценный, ну, достаточно ценный в постройке дома. Очень многие зачем-то хотят строить... Что, возвращается? Странно. Закрыто, наверное. Очень многие хотят строить, я заметил, лестницу, защищённую там в центральном блоке зачем-то. Лестницы нет смысла, ребят, защищать. Потому что, нет, с одной стороны, их не стоит размещать совсем на улице. Давайте я вам покажу ошибочное построение лестницы. Вот здесь в блоке есть лестница. И это неправильное размещение лестницы в доме 3х3. Ни в коем случае нельзя строить её на смежной к центральному блоку. Почему? Потому что, смотрите, если взломать вот одну из этих стен, ну, первый или второй этаж, неважно, мы сразу получаем доступ к двум стенам, которые ведут к самому центральному блоку. Вот этот вот и вот этот вот. То есть, по сути дела, вот эта лестница, она даёт доступ к двум центральным блокам, то есть самым ценным. Если, конечно же, у вас на втором этаже тоже вот этот блок является ценным. У нас тут ничего ценного не лежит, у нас лута вполне умещается всё там. Вот, поэтому всё равно это неприятно. Мне пришлось вот здесь, вот обратите внимание, опять же, здесь вот если они одноэтажные, вот эти постройки, потому что просто нет смысла их делать двухэтажными. То вот где лестница, мне пришлось сделать её двухэтажной, потому что можно было взломать просто бы на втором этаже и получить через ещё одну стенку уже доступ к третьему, ну, к самому главному контуру. То есть не через три стенки, а через две. Поэтому здесь вот так вот построено. Имейте в виду, их лучше строить на угловых местах или вообще вот есть вот эти выпирающие, я думаю, они идеально подходят как раз-таки для лестниц, потому что они внешне и никакой, собственно, угрозы для безопасности не несут. А вот чувак бежит, чувак бежит. Блин, я его не пересмотрю. Нифига себе снайпер. Чё-то читак какой-то, блин. Ну, вы видели это? Это просто какая-то бредятина. С такой дистанцией, ну, не знаю, может, у меня там суперзумы или что-то такое ещё супер. Так, М-ка не лежит. Ладно, возьму пистолет. А патроны я все взял уже. Вот засада. Ну, на крыше он точно меня не пролутает? Это факт. Попробую я вот с этой янки пострелять. Тут глушак и этот есть. Он похож на читака, блин. Подозрительно похож. Так. Вот я ещё не подошёл, а уже, по-моему, куда-то сюда выстрел прилетел. Хотя нет, это наши стреляют. О, вижу его. Блин, метка стреляет, зараза, и живёт рядом. Попробую я его выцепить. Не попробую. Блин, он редко выглядывает как-то. Ну. Уже рейнджа не хватает, конечно, чтобы дострелить. Вот. Но это что касается безопасности дома. Я думаю, что... Используя вот эти советы, вы теперь можете построить очень дёшево, очень крутой домик. Также, кстати, обращу ваше внимание, кто не совсем, скажем так, уловил суть защищённости дома, угловые части любого дома, самые угловые, они не несут никакой полезной функции. Ну, кроме как увеличивают площадь, дополнительную там запутанность могут добавить. Но это абсолютно ерунда, потому что я строил, когда домик 5х5, смысла делать было какие-то площади больше, чем один блок. Это означало, что просто нерациональное расходование площади. Когда дом 5х5, просто в каждом блоке всё равно стоит дверь вот так, вот это тоже ничего такого прикольного. То есть тут же самое 3х3, только чуть побольше. Так вот, можно делать домик проще, но и уже с двойным контуром. То есть если вам достаточно двойного контура защиты, в принципе, вы считаете, либо же вам там нужно какую-то точку временную поставить, можно сделать просто крестик. Так, это кто вот лутает? Наш, не наш, я не знаю, может быть, он выбежит, конечно. Можно делать просто крестик. Во мне, по-моему, стреляют, да. Просто делайте центральный блок и его с межными защищаете. Уже не требуется... Блин, вот это месиловый идёт, ребята. Это гайд гайдом, а месилового-то не ждёт, поэтому надо постреляться. Так, блин, чепчик. Ну, ради не одену чепчик. Там, будь здоров, стрельба идёт, вы видите. Просто, блин, я хочу поучаствовать тоже. Чё, я зря, что здесь живу. Так, например, все наши в доме. Вон-то, по-моему, за деревом, за этим, который сейчас перекрыт. А может, и нет. А может, я туда уже убежал. Ну, очень неизвестно, что вообще мы потеряли в этом бою, потому что я... А это бомжара там. Ну, бомжара-то неинтересно. Всё, бомжара нет. Бомжара-то, блин... Чё, вот того красного бы снять, его пролутать. А может, и не пролутаем. Потому что, блин, это нововведение дурацкое с атомочками. Вот, то есть, домик двухконтурный... Мне показалось, что-то пролетело кого-то с трава. Двухконтурный строится всего из пяти фундаментов, ребята. Не девяти фундаментов, как три на три, если бы не оценивать делать. А всего лишь пяти. Блин, да ну нафиг. Это какая-то фигня, если честно. Ну, может, конечно, он люто прошный. О, я ещё и появился непонятно где. Вот, ну, я думаю, что на этом третью часть гайда. Она небольшая, но посвящена очень важной вещи безопасности дома. Я думаю, стоит заканчивать. Да, ещё что-то я хотел. Нет, вроде ничего больше не хотел, ребята. Поэтому давайте на этом буду с вами прощаться. Как только у меня наберётся вещей новых, интересных, ну, я думаю, связанных с последним обновлением, которое вам стоит рассказать. Кстати, тут нельзя выйти отсюда. Видите, вы забаррикадировали. Вообще просто кто-то такой наглый. Вот, пишите комментарии на этом, ставьте лайки, подписывайтесь, если вы не подписаны. И я надеюсь, что помог и разлёг не только себя, но и вас.